В эфире информационного канала Севастополя, программа «Полчаса. Главное». Меня зовут Николай Скребец. Здравствуйте, уважаемые друзья! Великий русский писатель Антон Павлович Чехов считал, что леса украшают землю, они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Еще один маститый русский литератор, советский литератор Константин Полстовский, называл леса, как прочим, озера и реки, лучшим украшением земли, ее великолепным праздничным нарядом. И опять же, конец цитат, от прекрасных афоризмов и метафор перейдем к более праздничной теме, к теме нашей передачи. Как сохранить этот вот зеленый наряд города-героя в пожароопасный период, в коем мы сегодня его и переживаем? Наш собеседник Сергей Юрьевич Самойлов, начальник главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя. Добрый вечер! Добрый вечер, Николай! Добрый вечер, телезрители! Как вы правильно сказали, леса – это наше богатство, это наши легкие, наши планеты. Если у нас леса зеленые, чистые, то и дышится хорошо, и приятно. И, конечно, надо это сохранять. Мы здесь мыслим в унисон. Я хочу вас прервать буквально на секунду и объявить нашим телезрителям еще одну весьма любопытную информацию для тех, кто собирается принять участие в нашей программе. Мы работаем в прямом эфире, в интерактивном режиме. Это означает, что все свои вопросы нашему уважаемому гостям, может быть, и ведущему этой программы, вы можете адресовать по знакомому до боли телефона 54-62-72. Попытайтесь по нему дозвониться. Я думаю, что удача будет с вами. Сергей Юрьевич, еще 13 июня нынешнего года появилось распоряжение правительства Севастополя об установлении особого противопожарного режима на соответствующих территориях нашего города. Давайте остановимся на терминах этого правового акта. Что такое пожароопасный период? Его определение и его установление. Николай, ну как вы правильно заметили, особый противопожарный режим у нас установлен с 13 августа. Но я хочу сказать, что у нас сначала приходом весны, таяние снегов, высушливой погоды объявляется с апреля месяца пожароопасный сезон. Он у нас, как правило, установлен до 1 ноября. Ну и так как температура в течение этого пожароопасного сезона подымается и гидромет увеличивает класс пожароопасности, то есть уменьшается количество осадков и, как я сказал, температура повышается. Объявляется особый противопожарный режим. И 243 распоряжением правительства этот особый противопожарный режим на территории города Севастополя, на лесных участках на сегодняшний момент установлен. Ну, более официальное это определение, это в период в году, со дня схода снежного покрова, весна и до установления устойчивого дождливого осенней погоды. У нас происходит пожароопасный период. И в связи с этим было принято вот это распоряжение. Правовые акты, которые регулируют, в общем-то, вот эти ограничения, пожароопасный период в Севастополе, пометуя, наверное, то, что леса, как и недра, относятся к общей государственной, общей народной собственности. И, в общем-то, пользование, наверное, распространяется на правообладателя, то есть на представителя народа, на население города. Ну, как вы правильно заметили, что у нас регламентируются меры пожарной безопасности в лесах. Это статья 53-го лесного кодекса. Это также постановление правительства 417-е о утверждении правил пожарной безопасности. Также приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 457-й о подтверждении порядка ограничения пребывания в лесах граждан и выезд на них транспортных средств. И также порядка ограничения пребывания в лесах и работы, проведения работ в рамках лесозаготовительных видов работ. Также у нас регламентируется порядок с субъектовым планом тушения лесных пожаров. Также приказом начальника главного управления природных ресурсов тушения лесных пожаров на территории города Севастополя. И соответствующие распоряжениям ГКУ «Севастопольское лесничество», который на своих лесных участках объявляет пожароопасный период. Вы назвали целый букет нормативных актов. А кто, в общем-то, осуществляет надзор за их соблюдением на территории Севастополя, может быть, и в лесной зоне в том числе? Ну, а надзорные мероприятия у нас на территории города Севастополя на лесных участках, а у нас их 34 тысячи гектар, осуществляет наше подъездное учреждение, государственное казенное учреждение «Севастопольское лесничество». Это территория лесных участков, которая закреплена за этим учреждением, и лесничие, то есть инспектора в области охраны окружающей среды, осуществляют надзорные мероприятия. В такой период пожароопасный, особый противопожарный режим, у нас усиленный мониторинг лесопожарной обстановки. Ежедневно у нас 3-4 группы на машинах, оборудованные ранцами для экстренного тушения лесных пожаров, мониторят ситуацию по нашим лесным участкам. Такие тревожные группы, да? Да, тревожные группы. Также нам в этой работе помогают очень хорошо казаки, ну и волонтерское движение, соответственно. У нас составлен график, по которому мы работаем, также привлекаем специалистов МЧС и полиции. Ну, в общем-то, 30 тысяч гектаров довольно внушительная, я бы сказал, такая площадь. А сколько ж работников в вашем подведомственном предприятии сегодня? Ну, подведомственные предприятия, это ГК «Севастопольское лесничество», у нас по штату 34 инспектора лесоохраны. И так же… Немного, скажем. Ну, на сегодняшний момент, я считаю, с учетом того, что и органы исполнительной власти, Севприроднадзор, имеет право тоже осуществлять такие рейдовые мероприятия, с привлечением Севприроднадзора, мы на сегодняшний момент, я считаю, в должной мере справляемся с этой задачей. Потому что те возгорания, которые происходят в первые часы, ну, они ликвидируются. Очевидно, вот надзирающие органы, в том числе и работники вашего управления, и, в общем-то, инспекторы Севастопольского лесничества регистрируют немало нарушений противопожарной безопасности или пожарной безопасности в лесах. Есть ли вот такая статистика или ведете ли вы такую статистику у себя в ведомстве? И если да, то какая же сумма наложенных штрафов в этом году, в общем-то, может дозвано быть сегодня в нашей программе? Ну, как вы знаете, нарушения запретов серьезных, ну, они грозят серьезными административными штрафами, и в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции, они увеличатся в два раза. И в соответствии с Кодексом административных правонарушений за это предусмотрены часть первая, часть третья и часть четвертая статьи 8.32 Кодекса административных правонарушений, которые предусмотрены на наложение административных штрафов за несоблюдение норм правил пожарной безопасности в лесах, а также в условиях особого противопожарного режима и повлекшее возникновение лесного пожара. Привлекаются у нас как и должностные лица, как и юридические лица, и в развитии вот этой статьи штрафы у нас колеблются в соответствии с Кодексом административных нарушений от полторы тысячи на гражданских лиц до пяти тысяч, на юридических лиц в зависимости от части статьи от 10 до 20-30 тысяч. И вот самая такая часть, третья, которая повлекшая возникновение лесного пожара, она влечет наложение административных штрафов до пяти тысяч на гражданских лиц и на юридические лица до 200 тысяч рублей. На сегодняшний момент мы проводим предупредительную работу, потому что профилактика лесных пожаров это приоритет. Если проводишь профилактику, соответственно, заранее предупреждаешь, препятствуешь созданию этой обстановки. Поэтому у нас на сегодняшний момент составлено пять административных материалов на граждан. Сумма наложенных штрафов составила 7,5 тысяч. Но у нас, как я повторюсь, цель и задача стоит не то, чтобы людей оштрафовать и применить к ним штрафные санкции, а, повторюсь, на профилактику. Предупредительные меры. То есть мы предупреждаем, и если мы эту профилактику не проводили, в дальнейшем гораздо было больше суммы наложенных этих штрафов и составлено протоколов. Вы знаете, пожары – это постоянный бич лесов, в том числе и в Севастопольской зоне, и в поклон веков они случались, случаются и будут случаться. И не всегда человек тому вина. И где-то лет 7-8 назад проводили здесь соответствующие эксперименты, опять же, ваше ведомство, лесхозах. Четвертая часть пожаров случалась по линии самого сгорания, то есть без присутствия человека. К сожалению, данные, наверное, эксцесс предупредить довольно сложно. Это битые бутылки, стекла и тому подобное являлись причиной возгорания. Что сейчас происходит? Вы очищаете эти леса или леса от присутствия таких предметов? Николай, у нас в соответствии с государственным заданием, которое мы довели до нашего второго подвесного учреждения, это государственное автономное учреждение, Севастопольский лесхоз, в котором в целях и задачах стоит лесопользование, лесовосстановление, ну и, соответственно, очистка лесов от загрязнения. В рамках государственного задания у нас круглогодично заложена очистка лесных участков, и мы вывозим до 300 метров кубических. Это тех твердых коммунальных отходов, которые, к сожалению, наши граждане несознательные оставляют в лесах. Ну и также на тех лесах, которые примыкают к пляжной зоне. Какое учреждение обеспечивает тушение пожаров, не дай бог они случаются? Ну и повторюсь, ГАУ. В основном? Да, ГАУ «Севастопольский лесхоз». На базе этого ГАУ «Севастопольского лесхоза» находится у нас пожарохимическая станция второго типа. Также расположено пять штатных пожарных автомобилей. И в пожароопасный сезон у нас происходит круглосуточное дежурство этих боевых расчетов. Они у нас расположены по нашим лесничествам пяти. И круглосуточно дежурит три пожарных автомобиля, которые в первые минуты экстренно реагируют на эти пожары. Если ситуация немного выходит из-под контроля, соответственно, нам показывает помощь в рамках нашего взаимодействия МЧС по городу Севастополю. Также привлекаются силы и средства Министерства обороны, водоканала. Ну и те силы и средства, которые могут оказать помощь в тушении лесных пожаров. В этом году у нас хорошо, что такой ситуации не сложилось. Какая статистика вообще существует в связи с введением ограничений, установлением ограничений с 13-го, по-моему, 08-го? Сколько пожаров случилось? Общая территория возгорания, она ведь, очевидно, ведет с вами такой учет. И как быстро вы справлялись? Ну, справлялись хорошо, потому что ялтинского случая у нас не было. Справлялись без него хорошо. Насколько оперативно тушатся такие очаги и возгорания? Ну, с 13-го августа, когда объявлен особый противопожарный режим, у нас было два возгорания. Площадь этих двух возгораний, она незначительно составила две сотки. И, как правило, горит хвойная подстилка. Ну, это, конечно, тот фактор человеческий, мы считаем его так, и МЧС тоже подтверждает. И в первые часы локализация и, соответственно, ликвидация вот таких возгораний у нас происходит. То есть, поэтому незначительная такая площадь. Но хочу сказать, что уже в пожароопасный период, пожароопасный период, как я сказал, у нас объявлен с 9 апреля 2018 года, и он будет продолжаться у нас по 1 ноября, у нас уже зарегистрировано 19 возгораний на общей площади 0,867 га. Хочу сказать, количество возгораний и маленькая площадь. Это говорит о том, что быстро, оперативно реагируем в первые часы, локализация происходит и ликвидация. И хочу сказать, что вот эти возгорания, 19, это были низовые, горела хвойная подстилка. Верховых пожаров у нас еще не было. Хотя, в общем-то, ну буквально в субботу возвращался из Инкермана, и там полыхал вот такой низовой пожар, горела трава в районе антенного поля. И добраться туда, ну вот машины стояли здесь у дороги, а там еще километра два, наверное, пешком бежать до них пожара. Очень тяжело такие, в общем-то, возгорания тушить. Да, ну как вы правильно заметили, это горелая зеленая горка, это территория города, это, если вы знаете, там находится, по-моему, смотровая площадка. Ну, по всей видимости, это человеческий фактор, брошенный окурок, температура у нас устойчивая стоит, 30 градусов и больше. Соответственно, и площадь возгорания там получилась около двух гектар. Там принимали участие, тушили этот пожар МЧС и привлекли наши дополнительные силы и средства, ГАУ, Севастопольский лесхоз. Мы тоже выделили один пожарный автомобиль с нашим боевым расчетом, который помог им ликвидации этого. Тоже справились весьма оперативно. Да, там в первых пару часов все это было ликвидировано. Вот такие участки Крымского леса, ну, имеется в виду, прежде всего, Севастопольская зона в соответствии с приказом Севприроднодзора об ограничении пребывания граждан и въезда в лесотранспортных средств. Сегодня можно все же посещать, где можно устанавливать палатки для ночлега. Все равно в леса народ тянется, как бы мы того хотели или нет. И вот штрафные станции, тем более такие невеликие, они народ, наверное, не пугают и не пугают. Да, Николай, как вы правильно заметили. Ну, хочу сказать, что у нас приказом ГКУ Севастопольское лесничество установлены и объявлены места, общедоступных мест отдыха на лесных участках. И мы, конечно, их в пожароопасный период, а также в особый противопожарный режим рекомендуем посещать и не отклоняться от них. Почему? Потому что они у нас в значительной мере контролируются, оборудованы контейнерами для сбора мусоров и пристальное внимание лесников, которые обходят ту территорию. Она доступна нашим гражданам и есть возможность подъезда автомобиля, автотранспорта и в целях пожаротушения. Но хочется сказать, что доступные места отдыха у нас такие, это Рочище Бетельман, также пляж Брижний, Рочи Аязма, Алсу, это как на Морозовку ехать, Чертовая лестница, Рочище Ласпи, Турецкая поляна, Парус-1, второй кордон Микензи, тоже в районе Тороповой дачи. Поэтому места для посещения лесов мы рекомендуем в этот пожароопасный период не посещать, но оборудованные места для этих целей, пожалуйста, посещайте. Ну, наверное, я хотел бы, чтобы вы обратились с каким-то, так сказать, профессиональным призывом к тем людям, которые посещают эти доступные места. Я буквально пару недель тому назад был в Рочище Бетельман, страшно загаженная территория, которую отвели для посещения леса и прибрежной этой территории. Наверное, все-таки нашим и курортникам, и жителям надо более внимательно относиться к тому, что им дают, так сказать, в пользование во временное. Да, Николай, все правильно вы говорите. Наши граждане, ну, хотя у нас эта информация о свободных местах отдыха размещена и на правительственном сайте, и на сайте Севпрюотнадзора, также мы на сайте нашего подъедомственного учреждения давали в средства массовой информации, но у нас такой присущ для наших граждан такой дикарем, туризм дикарем. Они не обращают на это внимания, располагаются вдоль Черноморского побережья, но у нас есть там лесники, которые осуществляют надзорные мероприятия. И я вот назвал те статьи по 8.32, это нарушение правил пожарной безопасности на граждан, которые они были составлены, но по загрязнению леса у нас есть другие статьи. Это 8.2, загрязнение отходами как твердокоммунальными, бытовыми, промасленными отходами, что категорически запрещено строительными отходами. И по этой статьям Кодекса административного правонарушения у нас соответствующие гораздо больше практика, потому что люди отдыхают дикарем, но так как это места не общедоступные, следовательно, они не оборудованы специальными контейнерами для сбора мусора. И в лучшем случае граждане собрали в мешочек этот мусор и поставили куда-то под шлагбаум на дорогу. Ну, как я говорил, у нас ГАО «Севастопольский лесхоз» вывозит этот мусор, и, конечно, то количество граждан, которые сейчас у нас находятся в лесах и отдыхают, работа, конечно, ежесуточно проводится, но, по всей видимости, мы стараемся справляться и очищать вот эти, ну, от твердокоммунальных отходов наши леса. Мы говорили о мерах пожарной безопасности. Какие же меры предосторожности должны знать, а главное, соблюдать граждане наши, которые рискуют в этот пожароопасный период побывать в крымских лесах внутри Севастопольской зоны? Ну, меры пожарной безопасности в наших лесах, они присущи, наверное, в каждом субъекте Российской Федерации. Они установлены правилом пожарной безопасности в лесах, всеми нашими руководящими документами по этому направлению. Ну, досконально хочется отметить, это, конечно, разводить костры в хойных молодняках, на гарях, на участках повреждения леса, в местах рубок, на лесосеках, неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древсины, в местах подсохшей травы, а также под кронами деревьев. Бросать горящие спички, разводить открытый огонь, бросать окурки, залу горящую, из курильных трубок выбрасывать, также стеклянные бутылки. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы, это промасленная ветошь, бумага, ткань и другие также материалы. Заправлять горючими видами топлива из баков двигателей, также плавательные средства, потому что у нас леса примыкают к водной акватории. Также запрещается, как я повторюсь, загрязнение леса твердыми канавельными отходами. И в случае обнаружения, конечно, лесного пожара на соответствующем лесном участке, необходимо обращаться в нашу региональную диспетчерскую службу, которая находится у нас в ГАО «Севастопольский лесхоз» и на пожароопасный период, а у нас круглосуточно оширяет дежурство. Телефон контактный – это плюс семь, 978, 988, 56, 93, а также 978, 760, 38, 08. И в случае возгорания, кто не соблюдает также меры пожарной безопасности, просьба наших сознательных граждан информировать нашу диспетчерскую службу, а мы будем экстренно реагировать на эти все... Вот, кстати, 18 августа открылся сезон охоты на пернатую дичь. И, естественно, незваных гостей в леса прибавится, я бы сказал так. Насколько в свою виду эта пожарная обстановка? Вот наши охотники, значит, вальшнепом, перепелом, я не знаю, что они там еще будут искать. Ну, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 2010 года, номер 512, об утверждении правил охоты, а также в соответствии с указом губернатора города Севастополя, в определении видов разрешенной охоты и параметров шления охоты на территории охотничьих угодий города Севастополя, при шлении охоты охотник обязан, конечно, соблюдать меры пожарной безопасности. И в рамках вот этих мероприятий он у нас проходит инструктаж перед охотой. Мы людей инструктируем. Ну, как правило, охотники, они очень сознательны, бережно относятся к нашим лесам, они понимают... Они не составляют группу риска, я так понимаю. Да, они группу риска не составляют. И с ними проблем не возникает, потому что они зону ответственности очень хорошо понимают. Они оказывают вам содействие, помощь какую-то? Конечно, потому что у нас, вы знаете, большая севастопольская тропа проходит по нашим лесным участкам. И если охотники ходят по охотничьим угодиям и видят, где-то остановились какие-то привалы, туристические стоянки, они нас информируют оперативно, что несознательные граждане развели на земле открытый огонь. И, соответственно, могут и сами сделать тоже замечание. Ну, также у нас есть общественные наши инспектора, нештатные сотрудники, которые тоже вправе пресечь вот эту ситуацию. Но, как правило, наши специалисты, а то есть лесной и охотничий надзор, в такой пожароопасный период постоянно находятся в лесах и стараются контролировать эту ситуацию. Мы сегодня основное время уделили, в общем-то, с главной теми, наверное, на сегодняшний день, противопожарной ситуации, пожароопасной ситуации в севастопольских лесах и противопожарных мероприятиях. Однако в августе специалисты вашего управления, в общем-то, исследовали и обвалоопасные участки Крымского побережья, севастопольской зоны, несколько слов об этой деятельности. И, в общем-то, насколько сегодня, на взгляд ваших специалистов, безопасно пребывание туристов в зоне, начиная от Любимовки и заканчивая Качи в этом промежутке? Да, Николай, ну, у нас от природно-аквального комплекса Лукул до Сарача 158 километров. Это у нас участок, который подвержен, ну, территория города Севастополя, подвержена опасным участкам, как экзогенные процессы, ну, квалифицируются. И, соответственно, от поселка Любимовка до села Андреевка у нас наблюдаются около 12 оползневоопасных участков. Оползневоопасные участки, они характеризуются морской абразией, это также смещение современного пляжа, подверженность ветров, и происходят разломы почного покрова, ну, и также у нас на этой территории ведут хозяйственную деятельность садовые товарищества. Ну, и вот эта антропогенная нагрузка, отсутствие канализования, полив огородов, возможно, туристический бизнес, там, гостиницы, которые ведут, также водоотведения, которые способствуют и влияют в развитие вот таких оползнеопасных участков. Специалисты Севпредназора, также со специалистами ГКУ экологического центра обследовали эти места. Также в рамках передных полномочий мы улициализированные организации в рамках 44-го федерального закона по закупкам определили вот эти все оползневые участки. И специалисты Крым-геология в лице Алексея Павловича и Федорова подтверждают нашу информацию. Ну, и, конечно, есть определенные рекомендации. Это снижение той антропогенной нагрузки на тот участок. И, соответственно, самое главное – это информирование населения, ну, и какие-то проведения мероприятий по берега защиты. То есть вы даете такие рекомендации. Да, ну, а нашему гражданам, населениям, которые посещают такие места, которые не попадают в правительство города Севастополя, определенные законные места, пляжи, ну, это на свой страх и риск, конечно, они посещают. Вы не рекомендуете их посещать. Хорошо, но и время нашей программы истекает. Я хотел бы поинтересоваться, когда вы ожидаете вот снижение уровня пожарной опасности? Сегодня, по-моему, пятый класс приобрелся в Севастополь, да, в Севастопольской зоне. Что говорят синоптики? Позволяет ли вам надеяться на то, что вы, ну, устроите своим подчиненным, в конце концов, выходные дни, этим летом или этой осенью? Гидромет, который дает прогноз и устанавливает пятый класс пожароопасности, к сожалению, такую надежду не дает, но, как практика показывает, до первой декады сентября продлевается этот особый противопожарный режим. В конце сентября мы его снимаем, ну, и обычно это происходит, ну, как я говорю, до конца сентября и до периодичности выпадения осадков, которые усиливаются, то есть дождь, если он повторяется, то можно уже говорить о снижении класса пожароопасности. Но я хочу сказать, что для Севастополя не подвержен, а установлен вообще пожароопасный период, это второй класс пожароопасности, на которых возможно возгорание лесных участков. Понятно. Это был Сергей Юрьевич Самойлов, начальник главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя. Спасибо вам, Сергей Юрьевич, за участие в нашей программе. Единственное пожелание вам и вашему ведомству, как можно меньше тревожных вестей получать из леса и тем более выезжать туда на тушение пожаров лесных. Всего доброго телезрителям, до новых встреч в рамках программы «Полчаса о главном». Редактор субтитров А.Семкин